Ну, это дело началось, собственно, с известной акции панк-группы Пуссериот. Даже не будем пытаться переводить это название. 21 февраля в Храме Христа Спасителя состоялся так называемый панк-молебен. Одним из главных, так сказать, идейно-вздохновительных проекта являются пять девушек, одна из которых, в общем, один из лидеров феминистского движения России, не будем, так сказать, входить в детали их фамилии. Но на сегодняшний день после этого события по решению правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело под предлогом, что в течение этих 40 секунд, когда шел так называемый панк-молебен, до момента, пока служители храма и некоторые прихожане не вывели этих девушек, была произнесена своеобразной мелодекламационной или речитативной, я не знаю, как лучше ее определить, в форме молитва, которая лишь напоминала, так сказать, музыкальный какой-то речитатив, текст, в котором были употреблены якобы богохульный текст по отношению к клиру, по отношению к прихожанам, к храму и вообще богохульный текст. По существу своему доказательств этому нет, поскольку нет и соответствующей видеозаписи, но тем не менее полноценные видеозаписи со звуком, есть только записи, произведенные камерами наружного наблюдения внутри храма. Девушки, две девушки, Надежда Толоконик, Надежда Андреевна и Мария Алехина, были заключены под стражу. Они сначала были задержаны, и потом суд, первая инстанция, Таганский суд, вынес решение о задержании их на период следствия почти на 2 месяца сроком, значит, фактически до конца апреля месяца. Как известно, по уголовному профессиональному кодексу следствия длится 2 месяца, первый срок, потом оно может продлеваться, и, видимо, суд руководствуется этим соображением, согласившись с доводами следствия о том, чтобы заключить их под стражу в качестве подозреваемых, в этот период будет продолжаться сбор доказательств, и по статье 213, часть 2, хулиганство, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказание по этому обвинению может составлять до 7 лет лишения свободы, это максимальный срок вилки, так называемый. На сегодняшнюю минуту девушки содержатся под стражей, и защита пытается привести свои аргументы и доводы в обжаловании этого решения суда, чтобы следующий суд, следующая инстанция, все-таки изменил меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Мы руководствуем соображением гуманности убить их девушки, это молодые девушки, которым 24 года, соответственно, Надежде Андреевне Толоконниковой и Марии Алёхиной, у них есть 2-летние дети, 4-5 лет, соответственно, девочка и мальчик, и они находятся в очень непростом положении, ввиду того, что держат голодовку, протестуют против решения суда, против возбуждения дела. Защита убеждена, что состава преступлений в действиях этих девушек нет, это все-таки в большей степени, конечно, контркультурная акция, несмотря на ее политическое содержание. Дело в том, что она стилизована под молитвы, они не нарушали основных, что ли, богослужебных правил, поскольку они осуществлялись окрестным знамением, они возносили слова молитвы Богородицы, по сути, выславляли Христа, в месте, которое, может быть, не вполне надлежащее для этого, поскольку они зашли нам вон и находились рядом с нотарем, царскими вратами, что, конечно, нарушает канонические правила, несомненно, но еще раз хочу подчеркнуть, несмотря на все это, мы убеждены, как представители страны защиты, что уголовного содержания в их действиях нет. Более того, среди этих пяти участниц группы Кусириот этой акции в храме есть и православные девушки, исповедующие христианство, не только агностики. И поэтому мы убеждены, что столь суровое наказание и перспектива суда и обвинение по этой статье 213, часть 2, она создает очень негативную ситуацию в общественном отношении, с одной стороны, напрягая эти конфликты между средой православных верующих и, с другой стороны, неверующих, или людей верующих, но не считающих поступок этих девушек в такой степени аморальным, и еще и под судом, уголовного суду. И мне кажется, что выходом из этого всего было бы лучшим, если бы произошла переквалификация в административное правонарушение, наложение штрафа или какое-либо другое наказание, не связанное с лишением свободы. Во всем остальном, я думаю, это вопрос понимания, совершенного самими девушками. Это вопрос моральный, этический, но никак не находящийся в уголовной плоскости. Фактически для уголовного расследования там нет материалов, понимаете. Вот то, что происходит.